Всем привет дорогие друзья автомобилисты, один из подписчиков моего канала Иван Твардовский обратился ко мне с просьбой разъяснить, какая коробка переключаем передач более актуальна, какая надежная, какая ненадежная. Я решил сделать в видеоролике именно краткое объяснение, чтобы вам стало понятно, на что больше лучше обращать внимание, а на что вообще обращать внимание не стоит. Прежде всего по простоте и надежности, это конечно механика. Все прекрасно понимают, что механика, да, это банально, просто и надежно. Но когда касается коробки автомат, там уже немножко большие другие нюансы. Допустим у Nissan или Mitsubishi есть вариаторы, там цепи, они растягиваются, ведут они себя не очень адекватно. Ездил я на коробке вариатор на Mitsubishi Outlander, я вам скажу так, где-то год 2010, мне она очень не понравилась вообще. Nissan Qashqai ездил с вариатором, тоже не понравился вообще. На Nissan Qashqai с шестиступенчатой обыкновенной механикой, все превосходно, все отлично, но как для механики. То есть, ну, шесть ступеней для механики вообще класс, это я считаю, что отлично. Ну вот вариатор мне не понравился вообще, вот я сколько не ездил на разных вариаторах, мне они вообще не нравились. На пятиступенчатых автоматах классических, то есть пять ступеней, это вот идеально, я считаю это вообще идеально. Если больше, это конечно тоже хорошо. Вот у меня вторая машина Infiniti, я на ней периодически передвигаюсь, там стоит семиступенчатый классический автомат, я вам скажу, довольно таки интересно. А вот взять, допустим, Nissan Qashqai, на нем стоит обыкновенный вариатор. Вариатор этот, который многие жалуются, что и проблемный, и там, и цепь вытягивается там. Ну, у некоторых проблем с ним вообще нет, у и 200 тысяч ходит, у некоторых, а у некоторых и 100 тысяч не выхаживает. То есть, это такая вот слабая, слабая звено этого автомобиля. Поэтому лучше, я считаю, что если вы будете выбирать для себя автомобиль, берите, ну, если вы хотите, конечно, автомат, берите ступенчатый, классический ступенчатый автомат. Он может быть там и типтроник, может как-то там еще по-другому называться, но это главное, чтобы главное требование было ступенчатый автомат. Вот, это самое основное. Вариатор не берите, тем более, если этой машине будет уже порядка там 15 более лет, то лучше, я думаю, на вариатор вообще не смотреть. Автомат смотрите, да, можно. Теперь по маслу. Как менять масло? Некоторые рекомендуют, что масло менять нельзя, некоторые рекомендуют, что масло надо менять. Я считаю, что масло нужно менять, но нужно менять частичной подменой. Я не сторонник полной замены масла в автомате. Честно сказать, мне не приходилось ни разу еще менять в коробке автомат масло. Я всегда это побаюсь, потому что очень разные последствия. Бывает все нормально, бывает плохо, и предсказать, чем это закончится, на мой взгляд, будет сложно. Поэтому пока коробка ведет себя адекватно, нет пинков, нет всяких там непонятных вещей, которые могут происходить, я масло не меняю. Вот до этого момента я масло менять не буду. Если вдруг произойдут какие-то изменения, или передачи начнут там как-то себя не так вести, либо пинки появятся при переключении там или при трогании с места, тогда, естественно, я уже буду менять масло в автомате. Если вам больше нравится механика, если вы привыкли ездить на механике, то выбирайте механику с большим количеством передач. Лучше всего, конечно, 6. 6 отлично, если там 7-ступенчатая будет механика, то берите 7-ступенчатую. Если вы хотите с механики переходить на автомат, то, конечно, можно, но с автомата на механику это редкий случай, когда кто-то переходит. Обычно человек, который на автомат уже сел, на нем покатался, уже на механику переходить, честно скажу, не хочет. Это вот я по себе сижу. Я ездил на механике, много разных машин у меня было на механике, как только я ездил на автомат, один автомобиль на автомате, второй автомобиль на автомате, третий автомобиль на автомате, все, я не хочу механику ни при каких обстоятельствах, больше не хочу. Вот такие советы от меня сегодня по коробкам передач. Надеюсь, что для вас этот видеоролик оказался полезен, если это так, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!